Кто на протяжении многих лет учил и вел вас по дороге школьной жизни. Уважаемые учителя, приглашаем вас на сцену! Субтитры создавал DimaTorzok Товарищ адмирал, наша шхуна пришвартовалась у причала выпускной 2014. На берег сходят 60 юнг. Теперь только от них зависит их будущее. Как странно, что теперь без вас корабль от пристани отчалит. Как странно, что теперь без вас нас встретят радость и печали. Мы дали вам большой запас умений, знаний и законов. Мы отпускаем экипаж большого теплохода школа. Но прежде, чем высадить вас на землю, мы торжественно клянемся в том, что никогда не забудем ни вас, ни уроки, которые у вас проводили. Клянемся! Клянемся! Навсегда запомним ваши бесподобные письменные работы. Неподражаемые устные ответы. Уникальные ошибки. Замечательные шпаргалки. И выразительные сонные глаза. Клянемся! Клянемся, что уроки проводили искренне, самозабвенно, вкладывая в них всю свою душу, сердце и прочие органы. Клянемся! Клянемся! Еще примите последнее наставление. Поступая в институт, свято помни, там, не тут. Коль не выучил предметы, выпрут с треском и капут. Если ты не сдал зачеты, поклянись конспект учить, а не папину зарплату на экзамены тащить. Если как-нибудь удастся пост в истоке вам занять, постарайтесь не мешаться и нос кверху не поднимать. Когда будете купаться в евро, долларах, рублях, постарайтесь все же вспомнить о своих учителях. Не думай о грустном, люби и дружи, судьбу свою ярко и полно сложи. Войны вперед, Россия! Войны вперед, Россия! Вы теперь, вы пусть не пей. Вы идете завтра в море, Оставляя палец в школе, Пусть радости и младча На вас сиклется рождем. Мы хотим прощаться с вами, Мы хотим вас отпускать, Мы так живем, как речу верну, Мы вас любим и вас ждем. Мы вас ждем. Мать желает только лучшего детям. Встречайте на сцене родителей выпускников. У меня было самое лучшее детство, Я таскал прикосы во дворе, по соседству, Дергал закосы от личницы в зойку, И завтра колбаски, а нервскую зорьку. А по воскресеньям под в гостях у сказки, Я шел в окна моревые панкаски. Я палил дымом руки и бросал их с балкона, И у меня на стене был плакат Сталлоне. Меня не возили в Европу на лето, А мне не покупали PlayStation 3 за твой. За твой. У меня было детство, У меня было детство, У меня было детство, У меня было самое лучшее детство. У меня было 40 вкладышей турбо, Мне рвали ниткой молочные зубы, Я гордо палил с бифломатом в школу, Я тренирую вас, Были секунами. Я не играл в Counter-Strike по сетке, На ходом тибе не ел топливки, Зато... Зато... У меня было детство, У меня было детство, У меня было детство, У меня было самое лучшее детство. У нас было детство, То, что на стопусть мы не носили, Куча и Прада, Что такое айфон, Мы вообще не знали, Мы в Волка и Яйца годами играли, Родители нам не дарили мобилы, Мы с рюкзаками в москву и входили. Мы носили варочки на резинки, Мы видели Барби один раз на картинке, Мы с бедной мунчаками люстры в зале, Когда был вербер, Мы в серый дом. Зато... Зато... У нас было детство, У нас было детство, У нас было детство, У нас было самое лучшее детство. Мы с бедной мунчаками, У нас было детство, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 урок. Любой счастливой мысли проявления и дерзость строк, пришедших неспроста. Все возникало с чувства удивления. Все начиналось с чистого листа. Стремление постичь предметов, свойства, найти им надлежащие места. Все начиналось с чистого листа. Спасибо вам за то, что вы на свете есть. За то, что терпеливо нас всему учили. Что рассказали, что такое совесть, честь. За то, что в нашей жизни были. АПЛОДИСМЕНТЫ НИЖНИХ СТОВНИНИХ ДОЛОЮ НИЖНО ПАСТЕЛЬНИЙ ПОСКИЙ ЗНИМ ДОСІЯ ЖИВУ НИЖНИХ СТОВНИХ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Сочнил вперед, валяй, Чтоб разжалобить, слезу пусти. Директор добр, он все простит. Обнимет за плечи, к себе прижмет, И к заучим сейчас же поведет. Но ты не бойся, строгость их прикид. В душе они добры, хоть и строги на вид. Легко во всем их сможешь убедить, Ведь каждая из них, конечно, мать. Скажи, ну как тебя им не понять? Счастливым ты покинешь кабинет и скажешь, Заучий дороже нет. Директор самый милый человек. Ну почему такой короткий школьный век? Помните, как-то в газете страничка такая была? Если бы я был директором, какие бы делал дела? Мы все так мечтаем нередко, Но мы слях высоко летим. Так вот, если бы я был директором, Я был бы как наш, вот таким. Я бы был справедливым и добрым, И душу, ребят, понимал. Морали нудных и долгих нигде никому не читал. Я был бы простым и понятным, веселым, Занудом на зло. И я полагаю, ребята, с директором нам повезло. А теперь давайте позовем на сцену того, Без кого не обходится ни один школьный вечер. Милицию? Это у вас без милиции не обходится. А мы приглашаем на сцену директора. Простите, Михаил Иванович, мне вас, Директора школы, доктора Смолиновского. Директора школы. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, учителя. Для начала я бы хотел представить своих помощников Алексей, Владимир. Так, надеюсь, сегодняшняя лекция пройдет плодотворно, вы для себя что-то подчеркнете, ну да, и школа пару часиков отдохнет. Для начала я бы хотел провести небольшую перекличку. Так, Светлана Николаевна, вижу, тут на месте, Светлана Ивановна, тоже здесь, филологи на месте. Не спали? А, ну да, ты править написали, надо проверять. Так, Валентина Ивановна, вижу, на месте, биолог тоже тут, а психолог где наш, Юлия Викторовна? А, на месте вижу. А вы сейчас тут? Да я вижу, что вы здесь. Вы сейчас с нами вообще? Ну и продолжим. Так, тема сегодняшней лекции – учитель. Все вы когда-то были людьми. Посмотрите на свое тело. Точно так же устроен обычный ученик. И сразу вопрос. Что нужно учителю для жизни? Так, есть. Есть, нужно, да. Пить. Правильно, пить. Но только немножко нужно сделать уточнение. Норма дневной жидкости. Любой. Назовем ее кофе. 250 миллилитров. Так, дышать? Нет, я думаю, это не нужно. И, конечно же, Сергей Васильевич, да. Норма двоек. Их, как вы говорите, нужно сейчас парочку поставлю. Но почему-то всегда ставите пять. Так. Ну, вроде какие-то знания у вас есть, но почему-то вы их не используете. Вот, например, ну, то есть, я хотел сказать, вы не дорабатываете, потому что, когда не дорабатываете вы, приходится перерабатывать нам. Привожу пример. Наталья Александровна, вот, например, вы. Почему, когда у вас не было месяц в школе, вы приходите к нам с контрольной работой и почему-то думаете, что мы все это учили? А вот такая популярная фраза, которая нам очень нравится всем. Надо сдать до пятницы, но почему-то четверг вас не будет, а в пятницу только до 10 часов утра. А теперь я хотел бы перейти непосредственно к самой школе. Давайте представим, что школа — это человеческий организм. Мозг. Левый полушарий — это Татьяна Пантелеевна, гвоздик. Правый полушарий — это Елена Григорьевна, Вашура. А мозачок намного меньше, чем эти полушарии. Это Михаил Иванович Смолянки. Он хоть и меньше, но исполняет самую важную функцию — координация. Так, учителя — это орган. Ну, не будем вдаваться в подробности, кто какой, правильно? Ученики — это бактерии. Но они устроены все одинаково, но устроились все по-разному. Есть полезные бактерии, которые перерабатывают нужные вещества. А есть микробы, которые разрушают органы. Так, вот еще один вопрос. Патяна Ивановна, это, наверное, к вам. А есть ли такой орган, который различает мужские организмы от женских? Да, да, то, что вы только что назвали, то, что вы назвали, это тоже правильно. Но нет, это называется ренин-антитензиновая система. Всем спасибо, лекция закончена. У меня к вам претензий нет. Надеюсь, когда я уйду за кулису, ко мне претензий тоже не будет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Мы можем изменить ход истории. А вот учителя иностранного. Они используют знания языка иногда и в личных целях. Они как диверсанты на чужой территории. Их мир понятен только им. И мы, к сожалению, чужие на их празднике жизни. А вот наш биогеохим. Это эффективное средство сильного терапевтического действия. Состав парадоксальный. Способ применения и дозировки. Без ограничений. При отсутствии желаемого эффекта дозировку биогеохима увеличить. А как вы думаете, кто это? Их светлые головы видно издалека. Да, это наши физруки. Которые освещают нам путь к здоровому способу жизни. А это Ялтинская тройка. Их объединяет одна цель. Супер выпускник. И каждый из них горой за своих. Теперь попробуем подобраться к нашим учителям поближе. Здесь живут Михаил Иванович, Татьяна Тихоновна, Наталья Александровна. А вот здесь живут Светлана Николаевна, Лариса Владимировна, Лариса Юрьевна, Виктория Викторовна. Ну, слишком близко тоже нельзя. Мы знаем закон о частной собственности. Часть вторая. А это место прописки Сергея Васильевича. Но здесь его много лет не видели. Проживает он в четырехкомнатной квартире по улице Ленина. О, здравствуйте, гостей. Проходьте. Вот, а вот эти его гости пришли. А теперь луку викили, а цветы пилили. Ну, видишь, что ты меня перед гостями позовешь. Алло, Даня Халович. О, я забыл. Сейчас буду. Дорогу спию. Ух, успей. Ну, як же я мог так иди в одиннадцатый, и вы без присмотра оставите. Достала, ла-ла-ла-ла, родная школа, ла-ла-ла-ла. Прощайте нас всегда, учителька. Достала, ла-ла-ла, родная школа, ла-ла-ла-ла. Удивите, я не знаю, с корабля. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Школьные годы. Портфели, тетради, тройки, пятерки, дневник, АБЖ. Наш самый классный преподаватель. Все это в прошлом. Все было уже. В прошлом экзамены, в прошлом зубрежки, в прошлом анализы скучных статей, в прошлом звонки, перемены, пробежки, в прошлом укоры учителей. В прошлом каникулы, в прошлом диктанты, в прошлом остались обложки, пенал, в прошлом задачи и их варианты. Каждый из нас очень много познал. Много услышала, много запомнила, много сказала и пересказала, много прочла, написала, дополнила, много осмыслила и доказала. Школа нам столько всего подарила. Знания, умения, общения, друзей. Она нас учила и благодарила, предоставляла много стезей. Мне предстоит еще много изведать, много узнать и много понять, что-то испробовать, что-то поведать, что-то осмыслить, а что-то принять. Но где бы меня судьба не носила, где бы я место свое не нашла, я буду помнить милую школу, в которую я когда-то пришла. И я пришел. И встретил вас, Михаил Иванович, и вас, Сергей Васильевич, и вас, Валентина Ивановна.